Немножечко по поводу бега и ходьбы. Ну, вам кажется, что лучше всего и понятнее всего иметь такие руки и ноги, как у вас. Они вам знакомы, они вполне удобны. На сменаре, если это рука, это запястье, пястье пальца, а если это нога, то это предплюсная, плюсная пальца. Вот как у нас обстоят дела. Показываем. Ну, во-первых, запомнили, куда всегда луколь сгибается? Куда луколь сгибается всегда? Ко голове, где у головы. У головы. Нарушения правил не было. Вот направление сгибания луколь. Куда всегда колено сгибается? Ко голове. А теперь, в нашем с вами варианте. Смотрите, как все устроено. Писатейст и пясть, то есть вот эти два отдела, так, участвуют в опоре оземленных. Показывайте. А вот эти пальцы, которые вполне себе подвижны, их можно раздвигать, поднимать, делать с ним все, что угодно. Вот такая конструкция, на самом деле, вещь достаточно редкая. Вот так, чтобы зверюга опиралась на всю стопу сразу. Такой способ движения называется стопохождение. Стопохождение у всех приматов, у всех обезьян, а поскольку мы с вами обезьяны, то у нас, естественно, стопохождение. У всех медведей и у еноков. Стопохождение для чего хорошо? Дело в том, что при стопохождении, при вот такой конструкции, можно делать подвижные глины, сходящиеся и расходящиеся пальцы. Это заход на хватательную конечность. Не случайно, кто знает, вот такие, опять же, умное слово. Хватательная функция на умном языке называется гаптическая функция. Так вот, кроме обезьян, кроме приматов, хватательной конечности у кого? Кто еще умеет хватать лапами? У еноков. Обезьян. Обезьян. Очень легко отличить, даже если у вас один палец, всего один палец в конечность. Как понять, это палец какой конечности, хватательный или нет? А представьте, вы собираетесь чего-нибудь хватать, особенно мелкие предметы, а в каждой последней паланге у вас вот такой саблевидный, очень жесткий кератиновый отросток. Как он будет называться? Коботи. Так вот, действие у зверю гердзжается хватательной конечности. Когти в нее бывают или нет? Не, это исчезает. А в когте остается плоская пластинка, прикрывающая только одну сторону последней паланги, которая не мешает хватать. Как называется такая плоская пластинка? Ногти. Поэтому, если смотрим на лапу и видим на пальцы, и видим, что нет когтей, а есть ногти, то, значит, это палец в хватательной конечности. Во всех остальных случаях, когти штука очень хорошая. Кстати, у вас не обязательно, чтобы царапаться. Царапаться когтями умеют далеко не всех. Главная задача когтей совершенно другая. Вот это слово похождения. Опора на всю дистальную часть.